Тунгусский метеорит Сто-метровые астероиды могут причинить огромные разрушения, аналогичные последствиям ядерной бомбардировки. К исследуемым астрономам и КФУ малым небесным объектам относится и так называемый Тунгусский метеорит. Одной из версий ученых является гипотеза, что это было небесное тело кометного происхождения размером около 50 метров. После его взрыва около поверхности Земли не удалось обнаружить никаких воронок и осколков. Этот факт породил целый ряд экзотических гипотез. Встреча с телом из антивещества, небольшой черной дырой, взрыв летающей тарелки и тому подобное. Здесь самое главное заключается в том, что, видимо, это какая-то связь есть, допустим, с челябинским телом. То есть, действительно, там тоже взрыв был из-за того, что считается, в общем-то, это тело было из подобного льда вещества. То же самое, может быть, это связано также и с взрывом Тунгусского метеорита, потому что взрыв был в воздухе, и на Земле ничего не было найдено. Но я еще раз говорю, Тунгусский метеорит — это не какое-то отдельное явление, это просто вот феномен. По словам Юрия Нефедева, Земля, как и другие планеты, регулярно испытывает столкновения с космическими телами. На поверхности нашей планеты сохранилось не менее 130 кратеров диаметром до 300 километров, имеющих различный возраст. Чтобы своевременно обнаружить угрожающие нашей планете космические объекты и предотвратить массовую гибель людей, астрономы осуществляют непрерывный мониторинг небесной сферы. У Казанского федерального университета есть астрономический комплекс широкоугольного мониторинга субсекундным временным разрешением, созданный для обнаружения классификации и исследования переменных в пространстве и во времени источников оптического излучения на околоземном расстоянии нашей галактике и за ее пределами. Эта уникальная система способна зафиксировать все космические тела, которые представляют угрозу, в том числе внезапно появившихся, такие как метеорит Челябинск. Аделя Шамилова, Универ Ньюс.